Печать Ты, 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 ты Вот что-то долгое, и осталось пятно И Бог, я верю, Он высвобождает свой свет Что даже не останется воспоминания Даже не останется вот воспоминания этой боли А что такое это печать, как это в этом мультике? Это то, где уже, ну, то, где ты уже как личность замешан в этом Эти печать, это, это может конкретно физические какие-то, знаете, как Какие-то вот, ну, наросты, какие-то вещи, которые, они сгорят Потому что истина говорит, Он не вспоминает То есть Бог не вспоминает Он берет этот грех, Он открывает это И Он говорит истину, что кровь пролита, и этого нет То есть Иисус, Он зовет и говорит То, что говорили о тебе, то, что цементировали в тебя годами Я освобождаю тебя Это пятно, и я взял на себя, Он говорит Я взял на себя, то есть моих ран достаточно И вот эта душа, это тело, оно этим светом откровения, оно просветится Это, знаете, это будет реальностью Это будет реальностью, потому что приходит свет Это была тьма, приходит свет Я увидел такой момент, как будто, знаете, в всей этой жизни происходит такое, как будто тележка Знаете, как в Ашане Тележка Раз, и Ты бываешь тележкой в чужих руках Что на тебя могут нагрузить и привести Это происходит, знаете, по какой причине? Нежелание быть корректируемым То есть нежелание быть корректируемым Подотчетным То есть это перемена, то есть враг не сможет больше нагружать тебя и везти, куда он хочет По одной простой причине Открой свою жизнь для коррекции Открой свою жизнь для подотчетности И ты будешь защищен Чужая рука не возьмет тебя И чужой груз не нагрузит тебя Самое печальное в том, что враг, он хочет эту тележку, что-то привезти Знаете, вот то, чего не должно быть Использовать тебя, чтобы привезти что-то, то, что не нужно И простая защита отца Подотчетность, коррекция Ты несовершенный пророк Ни одного у тебя слова Господня Ни один ты знаешь тайны и ведаешь о всем Ни вся сила у тебя Господь, он меняет Второе слово следующее Снисходительность Я верю, что это путь Свободы Для Знаете, такое сердце Я увидел, как такая Похоже, как лестница Вот такая Лестница-башенка Такая Бам И человек туда убегает Дык Он сел там И эта башенка, это его взгляд Я так вижу отсюда Не отсюда лучше видно Да 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 То есть, понимаете, вот И Бог говорит Снисходительность Снизойди Опустись Твое мнение не выше всех Снисходительность Призвал человека чтобы он как рыцарь, забравший принцессу, и он не напомнит ей старое. Я увидел, как личность, которая как на коне, вот для чьей-то жизни ты просто вот этот рыцарь. Все, что от тебя требуется, чтобы она не вспоминала, не вспоминала старое. Что Бог дал тебе быть вот этим рыцарем, вот этим образом, который человека забрал вот откуда-то. И не только, знаете, не вспоминать старое, но открывать новое королевство. Любовь Отца. Я верю, что вот то, что еще восполняется сейчас, это любовь Отца, любовь Небесного Отца. В определенных обстоятельствах двери не были открыты в чьей-то жизни так, как должно. То, что касается любви Отца. И Бог сейчас, Он берет твою жизнь, и ты будешь непосредственным участником в том, что любовь Отца будет открываться через тебя, твоим детям, твоим ближним. И ты непосредственный участник этого. Еще последнее. Кто-то стал раньше взрослым. Раньше. Бывает такое в жизни, да? Ты пацанёра где-то на улице, ты уже взрослый. Папа неизвестно где, мама неизвестно что. И ты вот это уже, я сам себе. И я верю, что, знаете, это, ну как, это не благословение было. Это было как, знаете, вот, ты раньше стал взрослым. И осталась определенная ниша, определенная, знаете, ниша, как незаполненная. То ты где-то живешь, эта жизнь, она как бы, ну как, не влияет не так, как нужно. И это будет заполнено любовью Отца и целью Бога, что этот человек, когда он будет начнен переживать, эта ниша будет заполняться, а знаете, как этим новым вином, это будет переливаться, и ты будешь знать, как животворить. То есть тот, кто был обделен этим, знаете, который сам за себя, сам вот это вот, знаете, где-то вырос, и он сейчас, познавая эту любовь Отца, он будет знать, как относиться к людям, чтобы приносить жизнь. Как приносить жизнь, как отец. Я не шпанюра. Я, ну, я не рос, даже если я рос без Отца, у меня уже Папа. У меня уже Папа, который заполняет мое сердце. И то, как это будет проецироваться, я буду нести жизнь тем людям, которые Бог даст мне. Ну, вот такие вот вещи. Так вот хотелось уже на ваш суд. На ваш суд. У тебя ручку? На. А, нет, все, все. Вот, хорошо, теперь слово. Слово. Слово такое сетим. 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 Знаете, что такое сетим? Сетим. Сетим – это дерево из природы, из акации. Оно очень крепкое, очень твердое и гибкое. Оно очень твердое и гибкое. Оно много растет в пустынях Израиля. И в тех местах, где путешествовал Израиль. То есть, из сетима сделан ковчег. Из сетима сделан жертвенник. Из сетима сделано в скинии. Вот эти, помните, Макс говорит, вы школа Христа, вы столбы. Вот эти столбы сделаны из сетима. Из сетима там сделан жертвенник. Представьте, жертвенник, на котором сжигали этих самых, он сделан из сетима. Крышка ковчега из сетима. Но покрыто золотом там каждые моменты. Подождите, жертвенник, что-то еще. Ну, вы-то знаете. Ковчег, скиния, ковчег, жертвенник. Что-то еще там из этой утвари тоже. Там много сделано из сетима. Представляете, вот дерево, да, которое было обложено золотом. Вот сетим, такое слово сетим. И то, что было, знаете, как задействовано в священстве в то время. То священство, которое открывается, знаете, как вот сразу, как бы, в сути, сетим, это мы. И наше служение, как священство, оно полностью сверхъестественно. Ковчег, да, и все эти утвари, они были покрыты золотом. Представьте, этот жертвенник, он там был покрыт чем-то. Медью, да, или чем он там был покрыт. Ну, то есть, он был покрыт, и на нем огонь был. И дерево было там. То есть, сжигание было. А, вот этот, который курение производилось, он тоже из сетима. Оно было обделано. Выставьте, живой огонь на дереве, как бы. Дерево там обделано. Все сделано было очень четко. И вот, как бы, смотрите. Сокровища себе мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Вот, что от нас требуется, как от священства? Вот это, ну, как понимаю, это откровение сетим. Быть крепкими, гибкими и верными. Другая часть уже Бога покрыт нас золотом. Помните, золото приходило? Да, да. Сетим, мы священство, мы это, это, и нас, да, покрывало золотом. Там это золото, этот сетим покрыли золотом. И использовали. Золото, хотя херувимы были полностью из золота, да, ковчег из дерева, покрытый золотом, крышка, херувимы полностью из золота. То есть, смотрите, что в небесном, то есть, это все про образы. Это все про образы. Это все про образы, хотя это реальное, реальное присутствие Божие, реальное скиния. Но это что было? Тень настоящего. Вот мы говорили, да, в пятницу о реальности, о религии, о реальности. Вот она, реальность. Мое, знаете, откровение веры, то, что пришло вот вчера, что, что действительно принесет много славы и силы в среду Божьего народа и распространится на улице. Это вот священничество по чину Милхиседека, вот это служение, без кривизм, без обочин, ясное, полное света и силы, проявленное действие благодати Божией. Представьте, там было все четко. Все делали, как сказал Моисей. Из дерева светим, из дерева, золотом, золотом, кровь, кровь, огонь, огонь. Все было сделано четко. То есть, золото его, херувимы его, присутствие его, но он взял вот нас. Он взял вот нас, и вот, я не знаю, это тело, это душа, это личность, это дух, но мы как-то вот как этот материал, мы как этот материал, этот сетим, мы взяты Богом и задействованы в священстве, задействованы в служении Ему. То есть, в вечном, уже не временном, которое перестало, а служение, которое вечное, которое не перестает. Что же дано этому священству сейчас здесь? Писание ясно говорит, 1 Петра, вы царственное священство, ныне не народ. Да, раньше вы не народ, но сейчас вы народ, вы помилованы, вы уже взяты. Смотрите, там священники действовали с жертвами и кровью животных. Это было временное. Вечное священство, высшая часть и власть действовать с жертвами и кровью Нового Завета. Участвовать в священодействии. Насколько это серьезно? Очень серьезно. Насколько от нас потребуется быть послушными вся жизнь, вся жизнь. Помните, Павел пишет, что да, хлебопреломление. Вот это таинство, где эта жертва. Раньше было много жертв, сейчас одна. И то мы уже не приносим ее. Мы когда берем, мы вспоминаем. Мы вспоминаем о его смерти, его жизни. Помните, он говорит, если вы это делаете, ну, не обдуманно, он говорит, многие больные, умирают немало. Там интересно в Писании, что вот, там вот книга Левит, там об этом, в принципе, все. Там тоже, когда они приступали, он говорит, смотри, чтобы тебе не умереть. Да, священник приступал к этому, тебе не умереть. То есть, насколько, да, опасна для тебя плошность. Но с другой стороны, сколько славы. Представьте, сколько славы. Вот самое то, что глубокое откровение, вот то, что не открылось, что власть священника Нового Завета, смотрите, это как, ну, я как бы образно, но, грубо говоря, брать грешника, окунать его в смерть и воскрешать к новой жизни. Это действие священства. Павел, римлянам, сейчас, римлянам, римлянам сразу, как бы это, ну, закрепить, залить. Мне как-то давно Бог сказал, знаете, иногда он что-то говорит, но оно долго доходит. Оно долго доходит. Я помню, где-то ехал, знаете, в автобусе, там, куда-то. И он говорит, представьте, что я дал вам. Я дал вам способность влиять на вечную участь человека. Но вот он или останется грешным, или он больше не будет грешником. Помните, там, в Скинии, он, там, кровь, да, когда священник приносил, он, знаете, там, на этот ковчег. Представьте, все это сетим, это все было в крови. Вся Скиния, там все было в крови, весь священник был в крови. То есть, проливалось кровь, там написано, что, вы представьте, там написано даже Скинию, Скинию, место, где живет Бог, кровью, священник, кровью. Я вчера читал это, Левит, 16 глава. Он очищал Скинию Божью от нечистот народа его. Народ нечистый. Он нечистый. И вот этот священник, он очищал. Помните, говорит, если то очищалось этими жертвами, Иисус вошел туда с чем? С кровью, со своей, очистить что? Представьте, вечная. Надо было туда кровь. От чего? От наших нечисток. Почему его кровь навсегда сделала нас совершенными? Я, когда это вчера, мне так, знаете, как оно приблизилось, я понимал, что я больше не могу, вот как бы, принимать. Но такое, знаете, начало, это вот так. То есть, чудеса, перемены будут происходить вот так. Столкновение, как Каз говорит, помните о священстве, что столкновение на улице человека с человеком Божьим будет, что встреча с Богом. Почему? Священник. Ты чист. Кто сказал? Кто обвиняет тебя? Женщина, представьте, блудница. Ну вот честно, да? Вот блуд. Кто где-то соприкасался, не такая гадость. Ох, очищаться от нее, да? Скверно еще там. Посмотрите, жизни, которые погублены больше всего. Это там вот какая? Блуд. Вот это такая. И вот эта женщина лежит перед ним. У нее шансов нет. Ее только прибить. Иисус говорит, ты чиста. Вот для священника, который, да, вне времени. Ты чиста. Кто обвиняет тебя? Представь, кто обвиняет тебя? Ты чиста. Да. Представьте, вот что дано? Иисус. Иисус. Знаете, вот это священство? Что это за священство? Это Христос в нас. Надежда славы. Христос в нас. Смотрите, Павел. Римлянам 15, 16. Бог по своей благодати поручил мне. Тут и Павел. Деревяшка из деревяшек. Но ты упертый. Он знает, какой ты ух ты упертый. Знаете, вот это? А представьте, вот это, не знаю, как вот это сетим, но у нас можжевель. Вау. Там же он конкретно. Камень. Сетимокация. Сетимокация. Я знаю. Я просто с чем сравнить. Ну, там жесть. Вот он твердый, да? И он берет вот это, покрывает золотом. И, да, священодействие. Павел же говорит, я, ну, просто сосун. Вот эта сила, которая проистекает, это не накачанное мною. Это не мое. Я покрыт вот этим отделен. Да? А золото это что? Отделение. Эта деревяшка уже никогда не будет деревяшкой. И не сгорит на огне. Эта деревяшка уже покрыта золотом. Покрыта. Святыня Господня. Помните, да, это золото на нем на священнике. Золотая табличка. Святыня Господня. Помните, говорит, кто будет чист от всего, кто будет сосудом чести. Благо это самое. Представь, очищая себя и принимая его чистоту, мы учимся ходить в том, чтобы быть священниками. Представь, как смотреть уже на этот мир через вот этот, через священство, что кровь его пролита. Лично я встретился с Богом вот так. Когда мне проповедовали там на улицах, а потом сел, знаете, сидел один и думал, вот именно о смерти его. О том, что он умер на кресте. И как будто эта кровь у меня была перед глазами. Я говорю, это что, за меня тоже? И вот тогда все. Туда удача. Вошел туда. То есть, это кровь пролита за каждого. Смотрите, что Павел, как он понимал, Бог по своей благодати дал мне быть служителем Христа Иисуса для язычников. Кто фарисей из фарисеев, его отношение к язычникам какое было? Псы. Ну, представь, а он еще и такой, законник. Еще и, да? Он не только язычников, он и евреев убивал уже. Ах ты, Петя, с язычниками ел. Представь, его Стефана убил. То есть, что-то в человеке там было. Но когда, он говорит, я был помилован, да, вот эта кровь, реальность Божия его коснулась, все. Он говорит, иди, теперь ты будешь, ты мое дерево, ты мое сетиму. Я покрываю тебя с собой, своим золотом, иди. Иди. И он говорит, Бог дал мне быть служителем Христа Иисуса для язычников. И я дружусь, как священник. Как священник. Возвещая Божью радостную весть, чтобы принести Ему обращенных из язычников, словно освященную Святым Духом, жертву, которая приятна Богу. Картина, вот, да, человек, он исполненный Святого Духа. Бог дал мне поручение. Он говорит, благою весть на улице человеку. И да, как он, говорит, открыл, ну, открылась, да, кому-то там, внимает. И он говорит, я его как жертву беру и приношу Богу. Я прямо это увидел, не знаю, ну, как, баптизу, да, погружение, крещение. Вы в смерть его крестились. Что у человека уже мозги, у священника, они вот так вот построены. Что он смотрит, вот он, ты погружаешься. Понимаешь, говорит, вы крестившиеся, в смерть его крестились. Представь, вот грех. Вот есть грех же, а есть последствия греха. Есть что-то, да, какая цель, конечная цель у каждого греха? Смерть. Конечная цель греха – смерть. Написано, возмездие за грех – смерть. Но священник, да, работа его. Вот грешник, обреченный на смерть. Но вот эта власть, и, говорит, сила Божья, говорит, я Духом Святым, да, говорит, смотрите, Духом Святым, словно Духом Святым освященную жертву. То есть, да, представь, как он смотрит, вот жизни людей, грех, у них смерть, итог, смерть Господа. Как бы берет и погружает в смерть Господа. Мы, говорит, в смерть его крестились. И когда уже воскресает, то есть где остается грех? В смерти. Я понял, почему у этих людей такая власть. То есть, он, когда смотрит, да, он понимает, что болезнь – это следствие греха. И это плод смерти, который принесен греховной жизнью. Какой-то димон долбит, это не Бог тебя наказывает, который произведен, да, помните, говорит, какие вы были раньше, что вы делали? Вы производили плод смерти. Грех, но не все равно смерть. И вот крест. Почему крест настолько славен и будет славен всегда? Почему смерть настолько славна Бога, что будет славна всегда? Потому что она открывает жизнь. Представь, грешник погружен в его смерть. И что так просто, так просто. И уже не просто каждый год кровью, помните, он окроплял народ, вышел, да, священник, на это полил. Представьте, была кровь пролита и в Скинии, и на Ковчег, и на самого священника, и перед Ковчегом, и на людей. То есть, все было в крови. И сейчас вот эта кровь, которая однажды делает совершенными, навсегда. То есть, навсегда. И почему это священство вне времени? Что кровь проникает туда и туда. Практически, конечно, нужен опыт. Нужен опыт, как это, как это, как это. Итак, в Иисусе Христе я могу хвалиться своим служением Богу. Я не смею говорить, это вот этот сетим говорит, обложенный золотом, да, Духом Святым. Я не смею говорить о чем-либо, кроме того, что Христос совершил через меня, чтобы привести язычников, представь, к повиновению Богу. Помните, говорит, служащие Богу, обрезание Богу мы, которые не плотью хвалимся, а Духом. Но, на самом деле, священническое служение, оно так касается человеку, что любой непокорный грешник, он сокрушает свое сердце. Говорит, Иисус, твой крест для меня, к повиновению. Представь, насколько эта власть дана. Привести людей к повиновению, к Богу, которые сами по себе не могут, не хотят, не любят. Там Писание, ну, говорит, да, жестоковыны, все согрешили, все собратились на свои пути. Нет праведного ни одного. Я просто, знаете, увидел, насколько славно это служение, что Бог, Он открывает это. Это будет, знаете, реальность и на улицах. Может, тогда будет просто Бог любит тебя, но это уже человек видит через кровь и крест. Что грех не может удержать. Грех не может удержать. Я не смею говорить о чем-либо, кроме того, что Христос совершил через меня. Представь, человек, да? А, человек! Вот реально, мы знаем, когда мы совершили, когда Он совершил. Он говорит, я не смею говорить. Хотя Он там совершал, но все равно, знаете, я увидел, что на самом деле, вот это освобождает меня от страха. Что-либо делал. Как это, помните, Каз говорил, а сегодня будет или позор Артура, или явление Бога. То есть, и всего-то. И всего-то. Одно из двух. Одно из двух. Третьего не дано. А мы же там, я, да, подготовлюсь или не подготовлюсь. Я смогу подожму. Да? Он говорит, я не смею говорить о чем-либо, кроме того, что Христос совершил через меня, чтобы привести язычников к повиновению Богу. Он совершил это. Слово. Конечно же, слово. Да, священческое, это слово, это будет, ну, Евангелие, это благая весть. Это будет проповедоваться, это будет говориться, это будет, ну, будет возвещаться. Дело. Без дел никуда. Иногда дел, ну, я не могу здесь вписать в это все. Дело написано, кто как понимает, так и пусть понимает. Силою знамений и чудес. Аминь. Как по-другому? Вот как по-другому? Когда я реально это видел, когда ты не молился за человека, ты просто вот говорил слово, и он исцелился полностью. Ты даже не знал. Чудо. И это чудо привело противника к повиновению Богу. Ты понимаешь, что не ты. Я ему до этого проповедовал, там, с утра до вечера. Он меня, он меня вот именно по-библейски запинал. Он, потому что накрыто прочитал библию несколько раз, я только читал первый раз. Но уже рожденный священник, он меня запинал, и я не мог сказать, я не мог ему сказать, почему Бог не простит дьявола. Вот не мог. Он вот так вот выгрузил вот это. Знаешь, ты понимаешь, что эти коленки, да? С утра до ночи навы, а в накрытой всю библию прочитал, и вот такой язык. И что ты ему скажешь? Я не знаю, почему Бог не помил у дьявола. Я не знаю. Да-да, ничего не говорил. А потом просто вот как-то раз продолжали общаться, и в какой-то момент, говорит, я знаю, что не я, а Христос. Когда он ушел, потом пришел, покаялся, все. А что, Бог меня исцелил. Силою знамений и чудес. Силою Духа Божьего. Так что я исполнил это служение, возвещая радостную весть о Христе. Осторожность, да? Осторожность. Понимаете, мы подходим ближе к этому. Мы будем видеть, как с одной стороны и больший плод, но с другой стороны, да, вот эта осторожность, вот это посвящение. Что от нас требуется, как этого сетима? Вот эта твердость и верность. Призвание. Все. Верность. Ты знаешь, что ты не устоишь сам, милость Божия, да? Уповая на твою милость. Верность и твердость. И когда уже золото покрывает тебя, да, там уже ж не выпрыгнешь, вот, ну, не допускай каких-то вещей. Можно говорить, там, я там, говорит, не входи туда постоянно, чтобы тебе не умереть. То есть, да, там должен быть этот страх Божий, что это реально кровь, священническая вещь. Римлянам 7.3. Помните, неужели, 7.13, неужели добрая делалась не смертоносным? Никак. Ну, грех посредством доброго причинил смерть. Что священство, оно откроет вот этот, на эти моменты, представьте, вот много людей, я это долго переживал, не знаю, переживая, что, знаете, как привратное понимание закона. Помните, Павел говорит, так что же теперь доброе сделалось мне? Он говорит, нет, нет, знаете, вот, как это открывается, опять же, в нашем отношении, когда мы еще не обрезаны, вот, закон, и мы начинаем, знаете, смотреть через эту призму на кого-то. То есть, вот, добрый закон, который должен указать на Христа, он мне, знаете, как, именно не из-за закона, а из-за греха указывает мне на другого. Вот это вот осторожность, помните, говорит, размышляя о теле, то есть, размышляя о теле, что он говорит, как это доброе стало у вас мне, причинило мне смерть. И, знаете, вот как это? То есть, это вот, я смотрю на заповедь и применяю ее кому-то другому, я причиняю себе смерть. Доброе становится для меня смертоносным. Закон добрый, если кто законно употребляет его, это первое Тимофея. И он говорит, вот именно нужно понимать, что не человек, не закон, но именно из-за заповедей, да, что понимать, где же самое зло, крайне грешный грех. Почему вот это вот, да, Бог еще мало доверяет этому, потому что еще важно вот это посвящение, понимание, что не человек виноват, грех. И что вот у священства есть власть отделить грех от грешника. Почему грешник грешит? Потому что грех. И вот эта власть отделить, отделить, отделить грех от грешника. Нынешнее священство, Новый Завет, выявить грех, отделяя грех от грешника, погружая в его смерть, в крещение Господа. Царственное священство, вот это священство, которое, да, во Христе Нового Завета, оно всегда за жизнь. Помните, в Евреям написано, что Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Он всегда жив, чтобы спасать. Помните, Бог всегда спасает. Он всегда жив, чтобы спасать. Вот это священство, оно всегда за жизнь. Всегда за жизнь. Если я смотрю, что какая-то проказа еще держится во мне, что я больше вижу смерть, чем жизнь. Нужно, да, вот приблизиться к этому священнику, починену Хасадека. Спаси меня от греха моего. Все покрывалось кровью. Иисус, Он очистил нас от этих нечисток. Интересно, что в священстве, да, первопоминание в Бытие 14 и до откровения, священство, священство, священство. Это действительно то, что было всегда и то, что будет всегда. Служение священников Нового Завета несет свет и сил, которые не оставляют вины и не воспоминания о грехе, которые несет свободу. Что часто, да, вот мы там замешаны с этим. Давайте честно посмотрим, что мы несем. Тебе, конечно, надо исправиться. Тебе, конечно, надо исправиться. Ты, конечно, такой вот. Мы не отделяем грешника от греха. Но священство починену Хасадека. Оно несет свет и жизнь. Представь, вот так столкнуться рогами с кем-то, что человек после встречи с тобой, он даже не будет помнить, что он грешник. Представь, это Христос у нас. Это реальность. Он изглаживает все преступления наши. Он исцеляет все беззакония наши. Он врачует все болезни наши. Помните Иакова, пятая глава? Там, если кто болен, призовите пресвитеров. И они помолятся над ним. И что там? И восставит его Господь. И если соделал грехи, простятся. То есть, вот оно, служение священству. Неважно, если он болен, или он в грехе, или он ошибся. То есть, цель восстановления, воссоздания. Христос не слаб в нас. Цель Христа, реальность жизни, что Он живой. Цель этого священства открыть, что Христос живой сейчас. Поэтому мы терпим. Поэтому какие-то вещи у нас долго происходят. Поэтому в нас открывается, что мы на самом деле не нытики. Не не хлюпики. Что мы крепкие. Что Бог нас избрал. Что Он из нас вырезает. Знаете, вот эти шесты, вот эти самые, эти все вещи. Что Он из нас это все вырезает. Все. Аминь. 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 Отец, мы благодарим Тебя за свет. Мы молимся, чтобы больше света и больше Твоей славы, оно проявлялось в нашей среде. Мы также молимся и благословляем друг друга. Во имя Иисуса Христа мы молимся, чтобы всякая греховная привычка, которая укоренилась в нашей среде, силой Голгофского креста и написанным словом была сокрушена. Мы провозглашаем свободу. Мы провозглашаем чистые сердца. Мы провозглашаем благословение Божье во имя Иисуса Христа. Мы благословляем друг друга, просим Дух Святой наполнить, наполнить. Мы просим, чтобы сила Твоей крови произвела это действие сейчас в нас. Особенно в тех вещах, которые мы долго шли, которые терзали и стязали нас. Мы отделяем грех от себя, мы отделяем грех от друг друга. Мы обвиняем его именем Иисуса Христа и мы благодарим за свободу. Через крест Господа нашего, Ищуа Машеха и через силу Его крови. Мы благодарим, что Ты не вспоминаешь боли. Мы берем власть над этими воспоминаниями и не извергаем их в бездну. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим за Твою свободу, Иисус. Спасибо Тебе. Аминь. Аминь. Аминь.